всем привет вы на канале давай как есть это второй ролик за неделю надеюсь он и так выйдет и он выходит преддверие очень 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 крутого фильма который на этот раз я точно не пропущу и это именно хищник потому что этот хищник обещает быть очень крутым я ждал когда на нового хищника дадут много денег хотя мне казалось что наличие адрена броуди и так дает много денег но оказалось что нифига оказывается что если дали много денег фильме действия дренброуди возможно что все деньги заберет и дренброуди я уверен что все самые задроты и так разберут фильм на части что там надо вспомнить но я хотел с своим теплом и эмоциональным подходом разобрать отношение к предыдущим картинам и первый фильм который ворвался вместе с арнольдом шварц огромный бицепс него я помню свои ощущения к тому фильму на тот момент очень много ужастиков выходили с монстрами различными это было и там и акулы и какие-нибудь монстры и пришельцы и все что угодно и тогда когда я не знал совершенно никак не было интернетов я не мог почитать о чем этот фильм я просто вот видел что такой вот интересный интригующий фильм да еще и со шварценеггером смотрю сто процентов так вот когда я понял что там речь идет о каком-то существе монстры я думал что это очередной фильм монстра убийства но оказалось что там есть большая подоплека так вот это оказался не монстр а разумный пришелец который прилетает на ту или иную планету в то или иное время не он конкретно его раса и ищет себе самых крутых соперников по охоте что конечно создает некие вопросы и парадоксы например если такой благородный охотник на кой хрен тебя плазменная пушка самоуправлением а честно думаешь а еще если ты такой крутой охотник то скажи пожалуйста а зачем тебе исчезает друг мой ты же военный ты же такой я на клыках погнали но как бы никто не делает что у меня так много чести что я сейчас знаете что исчез такого не бывает но и третий вопрос хищнику которым мы только познакомились но если такой благородный самурай а на хрена взрывать всех ну сам выпиливайся взял эти клыки вставил себе так и как росомаха выпилился нормально никого не убил мне есть теория что мог бы быть чтобы мог сделать хищник для того чтобы его шварценеггер не убил ему не пришлось бы все взрывать смотрите они давно наблюдают за землей они знают что тут происходит какие ритуалы и обычаи вот просто в момент когда он такой лежит его сейчас надо добить он должен был сказать так вот чтобы сделал шварценеггер вот не уж ли он бы такой нет убью мне кажется он бы такой ну ладно типа не убивать же он же вот так сделал вот у нас так принято пожалуйста не убивай и последний вопрос который у меня лично к хищнику про это вот объясните мне функционал этих зубов вот функция что они для того чтобы рыбу ловить или что ли ну что что можно удобно делать вот этой вот челюстью к ну вот его переднюю понятно такие грызительно-кусательные а вот боковые что это такое что за краби какие-то штучки я не понял второй фильм немного больше раскрывает вселенную и показывает нам о том что на самом деле хищник это был не один это была не случайность не крушение корабля как обычно типа ну крушение корабля они вышли давай воевать нет это была специально целенаправленная охота и на тот момент люди уже знают о том что хищники существуют они ничего про них не знают они просто нашли пару примочек который не ну как бы взрыве не уничтожились in и в этом фильме у людей конкретная задача поймать хищника накажет там проваливается полностью но тем не менее они пытаются и фильм на самом деле обрастает интересными подробностями что интересно в этом фильме там есть две прям параллели главный герой действует по своим принципам он просто вот но там полицейские он свои какие-то дела делает а отдельно вот это вот x files группа работает это круто что они вместе что он не часть этого x files это в общем нам больше раскрывает это что он не один это что оказывается у них целые космические корабли которые еще и могут прилетать забирать своих если не удачная охота что круто а дальше на ознакомить с тем что они действительно охотники и собирают трофеи что это не просто вот он вешает на себя цацки из черепов ну типа модно в африке было в какое-то время а он собирает всех и у него там и тернозавр и 30 ротопс есть и тогда мы как раз узнаем что чужие тоже причастны к этой вселенной и вот тут начинается вообще фанаты дальше просто с ума сходили потом же вышла игра мы узнаем что алины тоже является частью этой вселенной и тогда вообще все раскрывается следующие фильмы ждутся просто с нетерпением там правда огромный кусок времени прошел по больше десяти лет и нам дают чужого против хищников на северах там на каких-то в общем с прекрасным инструктором по выживанию женщиной которая весит 60 килограмм и обладает модельной внешностью она вот на модельной внешности лазит по скалам и все дело спасает людей это обычно для спасателей они все такие зайдите вам честным одни красотки в основном мы узнаем то что вселенная расширена и на этот раз мы узнаем что оказывается ксеноморфы могут вселяться в кого угодно и как раз таки в конце чужого против хищника 2 и происходит вселение это первое чужого против хищника происходит вселение в чужого и мы узнаем что даже так можно на самом деле потом уже все начинают знать о том что чужой может селиться вообще в принципе в кого угодно но вот это черная жижа принципе это не совсем относится к хищникам но тем не менее мы узнаем что у них есть огромная планета и много всего и в общем этот фильм для нас они все фильмы очень камерный. Никто не верил, что хоть что-то кто-то соберет денег. И вот как раз следующим фильмом по сбору денег был фильм с Эдрианом Броуди. Который лично для меня был. Я думал ну вот оно. Вот он. Денежный фильм. Сейчас просто раскроется. Сейчас будет куча всего. Сейчас взрывы. Сейчас там охота на охоту. Потом они выйдут на ножах. Там как орки настоящие. Ну вот как в World of Warcraft показали. Что-то такое. Я думал будет. Нет. 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 Опять маленькая планета для охоты. Которая называется угодья. Куда они сбрасывают крутых чуваков. Которые без сознания. Должны сообразить. Дернуть чеку. Приземлиться. Собрать оружие. И только потом стать опасными. Почему нельзя было просто организовать автобусы? Просто собирать опасных чуваков? Да просто заедть в тюрячку. Там опасные люди. Дай им вот заточки и все. Они пойдут воевать. Зачем у тебя угодья? Они просто играют в пап. Их забрасили. Они там что-то собирали. Пошли атаковать. Ну на мой взгляд. Вот будь я супер крутым чуваком. Который хочу конкретно вот поохотиться. И если я уже со всеми поохотился. Я бы наверное что-то посложнее выбирал. И опять же мы возвращаемся к акулам. Мы никогда не забудем акул. Вселит и ксеноморфа в акулу. И плыви блин. Где не работает плазменная пушка. Где не включается невидимость. Где у тебя только два ножа. Против тебя охренеть какая акула. Которая просто еще и умная. Потому что ксеноморфа наделяет любое создание умом. Потому что мы это видели. Когда как бык выглядит. Как там собака. Еще кто-то. Короче вот это охота. Вот это реальное уважение. Я уверен что если ты принесешь отрубленную голову акулы. Которая была ксеноморфом. Вот это блин взорвет мозги другим ребятам. Они такие. Охренеть у него акула блин. А мы просто делаем из года в год. Из людей ксеноморфов и убиваем их. Это не так то и круто выходит. И другие. Чувак ты рисковал. Мы охотимся не для этого брат. Мы охотимся по старинке. Плазменная пушка. Просто ждешь когда он вылупится. И ты великий охотник. И потом просто надо дождаться когда стечет кислота. Помыть и собираешься на корабль. Все. Ты крутой охотник. Ты стал мужчиной. И конкретно мы подобрались к фильму который нас ждет. Если вы не видели еще трейлер. Я советую посмотреть. Потому что это что-то очень крутое. Фильм будет крутой. Если они вот это испортят. Вот после такого трейлера испортят. Я наверное все. Я забиваю на эту франшизу и больше вообще никогда не пойду. только дома смотреть. Но это обязательно мы осветим. Посмотрим. И сделаем свою оценку. Первый взгляд и все такое. А может быть даже еще что-нибудь сделаем. В общем смотрите наш канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. С вами был Андрей. Это канал Давай Как Есть. Всем пока. Такой я дал себе 5. Вот так. Одиночество, сука. Одиночество, сука. Комар опять. Благородная охота.